Здравствуйте, еще раз аплодисменты! Наша выставка открыта! Ну и, конечно, хотелось бы предоставить слово, человек, который может больше рассказать, чем я, о этом пространстве, о пространстве ЦХАП. Под ваши аплодисменты я предоставляю возможность вам рассказать обо всем Роману Робиновичу. Ром, это тебе! И, конечно, аплодисменты, естественно. Доброе утро! Очень рад, что сегодня на этой выставке все свои. Ну, в каком-то смысле, это практически все свои. Меня зовут Роман Робинович, я директор ЦХАПа и этого пространства, которое мне не так давно доверили. Очень приятно видеть вас здесь, у нас в гостях, потому что вы не поверите, но когда это место задумывалось, мы примерно так себе это все и представляем. То есть в каком смысле? Не то, что здесь будет именно фото-быставка, хотя и она здесь, как говорится, очень уместна и, даст Бог, это только первая из целой череды мистров, которые у нас пройдут, и социальных проектов, которые мы поддерживаем. Просто ЦХАП – это логичное продолжение ЦИТРУСа, как компания, которая вошла уже много лет назад на этот рынок и позиционирует себя как нечто привычное, нечто свое, нечто родное. То есть где-то, когда мы говорим, что прийти в ЦИТРУС, это вам все равно, что прийти вот к своим родным, в место, где тебе все расскажут, тебе относится как к тебе относится бабушка. То есть, ну вот смотрите, я не так давно подарил своей маме смартфон. Моей маме, чем скоро, 21 декабря, даже 61 год. И когда мама взяла смартфон в руки, она, знаете, как от чумы бросила его на диван и говорит, нет, нет, она достала из кармана свою старую в руки 2610, которая ей до сих пор не подходит, потому что там есть кнопочки, в ней все понятно, говорит она, и все, и больше не надо. Но шло время, что-то менялось, родственники, оказавшиеся за границей, знаете, как прилично. Ну вот давайте мы с вами сыграем небольшой игрок. Вот кто из вас обладает родственниками, которые живут в другом городе, у вас, да, есть, и с которыми вы привыкли говорить практически каждый день? По скайпу, вот какую коммуникацию? Фейсбук, скайп, мессенджер, а может быть, ай, там, как называется этот, айфэс, или как, ну, я не знаю, фейстайм, да? А, фейстайм, кстати. Дорог, сейчас тебя научат, какие есть технологии. Я просто понимаю, да, что здесь есть девушки, которые более-менее образованы, у которых отличат меня как раз-таки техника Apple. Это очень круто. Кстати, если у вас техника Apple, ну, я рисую предположить, что это не восьмерка, да, и не семерка, но, скорее всего, четвертый, пятый Apple. Не ставьте на него одиннадцатую прошивку. Не ставьте. Просто, чтобы связь с вашими близкими была надежной, не ставьте на него. Польфхар, потрога, да, не ставьте, потому что не потянется. Я много могу рассказать о том, что здесь происходит. Ну, вот, например, позавчера у нас в гостях была Елена Орлова. Я думаю, вы хорошо ее знаете. Леночка у нас рассказывала о том, чем она занимается. Вот сейчас по городу появляются огромные муралы. Лена – это человек, который проводит в нашем городе День города, проводит праздник 1 апреля. То есть большие знаковые для города мероприятия, и вот этим муралом они тоже отвечают. Ну, почему я ее не вспомнил, потому что тоже своеобразная одесская художественная выставка. Хотя и художественная. Так что такое ЦХАП? Так путаются мысли, первый раз чувствую такую ответственность перед такой аудиторией выступать. ЦХАП – это то место, где вы встречаетесь с технологиями. Технологии, которые сегодня отвечают за нашу с вами жизнь. Ну, понимаете, не то, чтобы мне было лень, но у меня жена, она вот на всю голову по-хорошему, да, повернута на чистоте и порядке. Вот, я понимаю, что вы тоже по вам видно, на вас не пылик, ничего, все отглажено, отутюжено, но и на всех вас. То есть, что такое чистота, понимаете, вы все. Окей, я согласен. Но мы, мужчины, мы редко понимаем, сколько усилий нужно потратить на то, чтобы девушка, вы с веником, пылесосом, тряпкой, шваброй, приводила эту квартиру в порядок, убирала пыль, делала хорошо. И кто-то из мужчин, эгоистов, нормальных, живых, здоровых эгоистов, сказал, я не хочу, чтобы она любила чистоту, я хочу, чтобы она любила меня. Решил правильно и придумал умный пылесос. Что такое умный пылесос? Это вещь, которая сканирует пол, и если на ней есть грязь, она сама выезжает, убирает и прячется. Это технологическое решение. Сегодня, когда в квартире, в доме есть умный пылесос, когда я приезжаю с работы, моя жена не такая уставшая, и она успевает убить меня, а не чистоту. Я считаю, что это правильная решение. Сегодня я имею честь и удовольствие познакомить вас с теми технологическими наливами, которые есть у нас здесь, которые мы постоянно привозим, для того, чтобы вы ими наполняли свою жизнь, чтобы вы не отвлекались от жизни, чтобы наслаждались природой и радовались ей. И согласитесь, когда у вас есть бензиновый мобиль, вы можете поехать по трассе здоровья, но пахнет бензином вместо прекрасных склонов, травы, акаций и всего того, что мы действительно любим. Поэтому сегодня у вас будет возможность прокатиться на электросиле. Продолжение следует... Продолжение следует...